Двигатель 1,3 дизельный, 85 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2010 года выпуска. Однажды я увидел пункта, у которого в багажнике был штатный сап. Спросив гугла, я добыл немного полезной информации о этом девайсе, и вот, в 30 километр от меня, я нашел фирмочку, которая занимается новыми уцененными запчасти из Германии и Англии, и у них в наличии уже почти третий год пылился на складе именно такой сабвуфер. После продолжительных торгов заветный ящик оказался у меня в багажнике. Был у меня на продажу пунктик 2011, и я заметил, что с 2011 года кнопка Stop Start пункта получила немного другой алгоритм работы. А именно, она приобрела память последнего положения, то есть, если мы отключаем СЭС, то в следующий раз, при запуске двигателя СЭС останется отключенным. В 2010 году выпуска отключать СЭС необходимо при каждом запуске движка. Я занялся изучением этого вопроса, и в одном наткнулся на одного очень хорошего человека, который взялся помочь мне в этом деле, и сделал до меня контролер, который как раз и апгрейдит принцип управления СЭС до более новой версии. За что ему огромное спасибо. Теперь и у меня кнопка умная. Установка штатного саба. Мною был куплен новенький штатный сабвуфер дояфунтика. Саб имеет встроенный усилитель, поэтому с подключением особых трудностей не возникло. Питание, один провод риммер и две пары проводов параллельно задним динамикам. Шильдинг. Как видно из первых фото, мой фунтик не имел заводских шильдиков, заказал оригинальные надписи на Аллегро и одну на Али, неоригинальную правда, но очень даже вписавшуюся о общий ансамбль. Оказался по делам на разборке в Голландии. На одном пункта увидел фонарики с черными вставками от комплектации «Лорндж». Фонари от комплектации «Лорндж», а с 2012-го как сток, имеют новые влагозащитные фишки. Дабы не рубить родную проводку, и в любой момент иметь возможность вернуться к стоку, я забацал вот такие переходы. Фишки к новым фонарям отрубил НВ-разборки, папки, к старым снял с пункта с фаркопом, там они шли как разветвители на розетку фаркопа. Из очередной поездки привез парочку красивых вещей для фунтика. А именно, руль, обшитый отличнейшей кожей в стиле «Лорндж», с перфорацией, на панели смотрится очень гармонично. Также прикупил на разборке черный плафон с атмосферной подсветкой от какой-то «Алф». Хотел я подголовнички. Как в клипе Гуфа и Каспийского, все за один доллар, но в продаже не нашел. Заказал по индивидуальному эскизу. Ну или в стиле Эрбард. С потолка снита старая ткань, все почищено и обезжирено. Весь пластик покрашен в черный мат специальной краской для пластика. В первую очередь хочу выразить благодарность моему товарищу. Правда, я неплохо подготовился. Была куплена оригинальная ВИИДЖИОвская потолочная ткань, клей SAR 306 черный и пульвер для клея. Потолок подготовлен заранее. Что сказать, результат таки превзошел ожидания. БОМБА Подготовка к зимнему сезону. С наступлением осенне-зимнего сезона пунтик был отдан на антиголограммную полировку и нанесение твердого воска. Теперь как конфетка. ГУБА ЕЗЛИП Наткнулся на просторах интернета на универсальную резиновую губу, заказал, прикрутил по вкусу. И МХО получилось интересно, так как она выступает хоть каким-то интересным дополнением к штатным порогам его. Субтитры сделал DimaTorzok